Так, ну что, как говорится, спасибо этому дому, идем гулять. Сейчас уже тащу вещи, машину аккуратно складывать и будем отправляться уже в Москву. Время на часах 9 часов. Ехать туда 5 или 6 часов, где-то примерно так. Надеюсь, 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 так дает конь без всяких пробок. Больше всего не хочется попасть в эти грандиозные московские пробки. Ой, так, выезжаем. Так, ну что, спустя 4 с лишним часа заправились, заправляем себя и осталось там ехать час 20, по-моему, или полтора часа. И будем уже в Москве. Так, ну что, живем уже, так сказать, заселились, двигаемся по метро. Первое пункт назначения это Горилла Парк. Так, ну что, уже вовлом из метро. Первое впечатление в Москве, ну, уже не первый, я уже забывал, конечно. Но впечатление по сегодняшним приезду не очень, потому что уже наблюдал, как люди просто прямо в метро на пол плюют и так далее. Это ужасно, я честно, я считаю. Но, надеюсь, надеюсь, все это я забуду. Сегодня во время катания поднять на все настроения. После долгой дороги, так сказать. Нужна хорошая разминка. Так, ну что, первое впечатление о Горилле, это не очень. Все на виду. Здесь, ну, как бы, ну, как бы, понятно. Не буду об этом даже говорить. Ступеньки, как в фильмах ужаса. Какого-то человека перерезают. Их еще наточить. Вытащи ад. Короче, в магазине много-много-много всего, но все только, к сожалению, самокат. Ой, чуть-чуть. Ну, хотя, ладно, хотел сказать, что, блин, нам бы увеличить обороты, типа, якобы, ну, хотя бы подшимников закупи, там что-нибудь, чтобы было побольше. Хотя зачем, если это самокат-магазин? Зачем заморачиваться, правильно? Самая, самая популярная ниша сейчас для всех малышей. Ну, а я отправлюсь сейчас в парк кататься. Так, стрит. Стрит, стрит, стрит. И я иду сразу в аэр. Сразу иду, так сказать, к прыжкам. В своей стезе. Так, и здесь, кстати, у нас еще тренировочная часть. То есть, перемещаемся отсюда. И выдвигаемся. Как-то тут темно и страшно. Чутка непонятные фигуры, они слишком мягкие. Я так могу сказать. Я пытался там, вот, вроде бы, вертвол. Но в итоге до него тянешь, как будто он не ровный, а чуть под уклом. И это, молясь, непривычно. Так, ладно, давайте по факту. Времени у меня не так много. Завтра я в этот парк не приеду, хочу в другой. Здесь времени мало. Сделать много хочется. Поэтому начнем сразу, что я присмотрел, как только зашел в этот парк. Это вы проводите вот этот скатер, прыгнуть вот в тот скатер. Единственное, пугает этот потолок, но вроде я его не достал. Сейчас будем прыгать, пробовать. Обидно, что... Видно, что нифига не видно в камере. Маленький штатив, надо покупать побольше. Что-то первая попытка не увенчалась успехом. Я слегка упал. Ладно, надо на телефон еще просить снимать Юлю. Слушай, ты в ваш ацентрик туда прыгнул? Ну да. Блин, вообще крутой. Сколько здесь катаюсь, ни разу такого не видел. Нет. Короче, время уже 9-й час. И здесь довольно-таки, кстати, светло. Не особо, не особо понравился сейчас на парк. Поэтому немного сказковатый и непривычный. После рамы... Еще меня что-то заинтриговало. Во-первых, меня не видно нифига на. Во-вторых, то, что на площадках нет инструкторов. То есть, если кто-то развалится, то тебе будут помогать те, кто катается вокруг тебя. Ну а так как парк пустой, то никто тебе не поможет. Будь лежать до талого. Пока про тебя не вспомнят. Вот, сейчас двигаем. В обратном направлении, в котором сюда шли. Чуть не забыл снять вам обзор на хапу, в котором мы живем. В Москве. Нам, короче, отдали целый домик, чтобы мы здесь пожили.